Сегодня в Акимате области прошло совещание, на котором мы рассмотрели вопрос строительства дорог в Жанебегске и Букиординске районы области. Акимобласти подверг критике подготовительной и другие работы подрядчиков. Работы на данный момент ведутся на пяти участках двух автодорог. Три участка на трассе Косталов-Кожанебег и два на дороге Унигей-Бесен-Сайхин. Общая протяженность 245 километров. Из четырех подрядных организаций только одна местная. С ТО Юнисерф заключен договор на ремонт участка дороги Косталов-Кожанебег длиной в 50 километров. Общая стоимость проекта 15,2 миллиарда тенге. Запланированные на этот год 2,8 километров отремонтируют до конца текущего месяца. Второй участок на этой же дороге ведет ТО Тимиржол-Жундиу. На этот участок стоимостью в 10,2 миллиарда тенге выдан аван в 173 миллиона. Произведена мобилизация вахтового городка. Заготовка стройматериалов. Решается вопрос по транспортировке и стоимости щебня. С момента итогов тендера прошло пять месяцев, а работы продвигаются слабо. Подверг критики работы подрядчиков Акимобласти. Профильному министерству и руководству Казавтожол подготовьте письмо от моего имени о том, что есть опасения по невыполнению поручения Ельбаса из-за нерасторопности трех подрядчиков. По участку 0,50 на Унигей-Бесен-Сайхин вопрос застопорился на логистике. Тупик в Сайхине, где мы должны выгружать материал, относится к территории российской железной дороги. Эта сторона нам отказала в выгрузке, сообщил подрядчик. На сегодня мы провели переговоры с коллегами из России, составили договор. И будем выгружать материал в Паласовке. Все остальное без проблем. Последний участок на 53 километра выполняет ТО «Акжол Корлос». Фирма от Ирауская, но располагается в Актау. Глава региона поручил, чтобы все подрядные фирмы, работающие в области, регистрировались здесь для положенных отчислений в налоговые органы. У данной подрядной фирмы также обнаружился ряд затруднений и проволочек с организацией работ. Вахтовый городок на 150 человек к началу ноября нам установят специалисты Волгограда. Хотели заказать в Алматы, но выходят очень дорого. Здесь также Акимобласти поручил работать максимально с местными компаниями. К примеру, ТО «Василец» производит необходимые вагончики для строителей. Все работы необходимо выполнять качественно и в указанные сроки. Если по Юнисерф вопросов нет, то оставшиеся четыре участка необходимо подтянуть и ускориться. До осени объем на двух участках по графику нужно закончить. А по ТО «Тимиржол» у меня большой вопрос. В завершении совещания Галий Скалиев поручил всем ответственным лицам провести работу с подрядными и субподрядными организациями, чтобы все подготовительные работы и документацию завершили в короткие сроки и обеспечили неукоснительное выполнение поручения Ельбаса. Также был обсужден вопрос содержания дорог в зимнее время. Алмагуль Джамперисова, Рустим Ищанов, Алтымбек Кабделов, телеканал Акжаик.